Друзья, здравствуйте, с вами Настя. Вы смотрите Канакова онлайн. На этой неделе 2 сентября во всех уголках России прозвенел первый звонок нового учебного года. День знаний – особенный день для учеников, родителей, учителей. Это начало путешествия в мир открытий, возможностей, испытаний. Напомним, что в Канаковском округе 31 школа, 27 детских садов и 13 учреждений дополнительного образования. Ежегодно в летний период проходит ряд мероприятий по подготовке всех образовательных учреждений к новому учебному году. Давайте узнаем, что было сделано в этом году у заместителя главы администрации Канаковского муниципального округа Михаила Сергеевича Кожихова. Как всегда, администрация Канаковского муниципального округа активно готовится к началу нового учебного года. Запланированы ремонты были во многих образовательных учреждениях, в том числе в школах, в детских садах, в учреждениях дополнительного образования. Из крупного хочу отметить проведенный ремонт гимназии номер 5 города Канакова. Это ремонт кровли, замена оконных блоков, ремонт внутренних помещений, ремонт пищеблока, обеденного зала. Также косметический ремонт проведен в помещениях детского сада номер 11 города Канакова. Большой ремонт проведен в школе села Городня, а также в школе деревни Ручьи. Заменены оконные блоки, отремонтирована система отопления, отремонтирована кровля и проведен косметический ремонт помещений. Сколько денег было потрачено из разных бюджетов в этом году? В этом году выделена очень большая сумма на подготовку учреждений к новому учебному году. Из всех уровней бюджета были привлечены денежные средства, а именно это федеральный бюджет более 90 миллионов, 43 миллиона из областного бюджета и 113 миллионов из бюджета Конаковского муниципального округа. А расскажите о первой школе, как там обстоят дела? Да, самый большой ремонт, крупный, капитальный, проходил в первой школе города Конакова. Все виды работ, которые только, наверное, можно себе представить, были проведены в школе. Это и замена оконных блоков, ремонт фасада, ремонт отопления, системы водоснабжения, водоотведения, отопления, конечно же, косметический ремонт всех помещений и закупка оборудования. Практически все виды работы в школе уже завершены. Те, кто приезжает мимо школы, могут уже видеть новый преображенный фасад здания, а также, если пройти в школу, можно увидеть измененные помещения, причем измененные, в общем, до неузнаваемости. Дети, приходя 1 сентября в школу, отмечали, что школа стала просто другой, они ее, в общем, не узнали. А в следующем году планируются какие-то капитальные ремонты в нашем округе? Да, мы, конечно, планируем продолжить участие в этой замечательной федеральной программе. Сейчас уже готовы проектные документации на капитальный ремонт школы номер 3 города Конакова, а также школы села Завидово. И сколько точек роста в этом году появилось в округе? Мы продолжаем участвовать в национальном проекте образования, а именно федеральный проект «Современная школа». По точкам роста хочу сказать, что в этом году завершены точки роста в 4 общеобразовательных учреждениях, школах. Это школа села Юрьево-Девичье, вечерняя школа, школа деревни Ручьи и школа поселка Озерки. Таким образом, мы во всех школах в этом году завершили организацию точек роста. Теперь все школы имеют такие замечательные помещения. Михаил Сергеевич, в нашем округе строятся две школы. В селе Дмитрово-Гора на 250 мест и в деревне Вахонина на 100 мест. Есть какие-то данные по тому, когда объекты будут сданы в эксплуатацию? Администрация Конаковского муниципального округа владеет информацией о том, что правительство Тверской области планирует сдать оба объекта в 2024 году. Капитальный ремонт первой школы – большое событие для нашего города. Давайте пообщаемся с директором учреждения и узнаем все подробности о ходе капитального ремонта. Программу модернизации школьного пространства мы вошли с января 2024 года. Очень нам повезло, что нашу школу выбрали в качестве претендента на капремонт. И уже с апреля к нам на школу зашел подрядчик и начались отделочные работы, строительные работы. Очень радостно нам то, что были произведены работы не только в здании школы, но еще и на территории школы. Вы видите, что школу сейчас окружает современный забор, что у нас засафальдированные площадки. Кроме того, подрядчикам были проведены работы по отводу грунтовых вод от нашей школы, что решило многолетние проблемы, которые у нас были с затоплением подвальных помещений. Помимо новых стен, новой мебели и новой обстановки самой школы, ждет ли что-то интересное учеников после ремонта? Да, благодаря этому проекту нам удалось, во-первых, сделать проход между зданиями, которые находятся внутри школы, детям не нужно выходить на улицу. То есть были модернизированы коридоры, библиотека, читательский зал и также мастерские. Кроме этого, мы нашли место для комнаты детских инициатив, также для кабинета психолога и мы нашли пространство для установки тира. Несмотря на небольшие задержки в сроках по сдаче объекта полностью в эксплуатацию, 1 сентября, точнее 2-го, в этом году школа открыла свои двери. Что говорят учителя? Педагоги школы крайне рады, во-первых, тому, что мы вернулись в родные стены, во-вторых, наша школа просто преобразилась, нам очень приятно приходить в это здание. Сейчас оно полностью соответствует новым стандартам, оно яркое, новое, хочется творить, работать. И я думаю, что всем стало намного комфортнее здесь находиться. В сентябре в Конаковском округе более 9 тысяч детей сели за парты, а учителя приступили к передаче знаний. Друзья, как вы оцениваете качество системы образования в нашем округе? Возможности получения дополнительного образования, а также уровень организации питания наших детей. Приглашаем вас обсудить эти вопросы в комментариях к этому видео. Дорогие ученики, а также их родители, пусть новый учебный год научит вас ничего не бояться и покорять волны знаний с попутным ветром. Дорогие учителя, пусть каждый урок будет в радость, а ваши подопечные получают самые высокие оценки. С вами была Настя, подписывайтесь на Конаково онлайн, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok